доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток у нас зима наступила минус 4 и даже снежок выпал видите так что настоящий декабрь настоящий декабрь и так жалко подморозились все цветочки мои колендука но ничего ничего дорогие моя жизнь продолжается и я сейчас отвечу на письмо татьяна мне написала я вам скажу его с вами вообще не согласна кардинально там я прочитав это письмо и поняла что у вас не в ту сторону направлено вот мышление в этом плане вы знаете не надо говорить о смерти в таком русле как вы сказали и мне вообще эта тема не интересно потому что когда ты живешь в боге ты понимаешь что есть вечность а вот это все то что вы называете это все такое мерзкое в очах господа я даже читать не буду никому бог не хочет чтобы кто-то умирал молодым вообще не хочет этого поэтому я даже это слушать не хочу это сатана вам навеял эти мысли когда вы наверное сидите все-таки слишком долго в политических шоу я вам вообще посоветую отказаться от телевидения потому что то что вы мне написали это знаете если выразиться идиомой то просто волосы дыбом не укладывается никуда прочитайте псалом 90 и вот что я вам не то что посоветую советую советую советы не даю никогда но псалом 90 это каждому подойдет а вам так тем более псалом 90 и там стишок 16 есть такой долготой дней нас ищу его и явлю ему спасение мое говорит господь вы знаете что это не божья воля чтобы кто-то другой там умирали он желает чтобы вы прожили полное бог желает чтобы вы прожили полное число своих дней вы должны жить 70 80 90 96 120 99 полное свое число лет а если все еще не насытились еще дольше живите библия говорит что авраам умер в глубокой старости насыщенной жизнью вот именно так должно быть со всеми нами а когда вам в голову сатана закидывает свои скандалоны крючки на которые он вас не ловит это выпей 50 грамм кем ты станешь ты станешь алкоголиком попробуй наркотик кем ты скажешь ты скажешь ты станешь наркоманом вкуси власть ты с кем станешь ты вла властным диктатором это все сатанинские скандалоны крючки возьми богатство позавидуй тому сделай себе это люби и поклоняйся этим идолам ты с кем становишься ты просто на эти скандалоны по латыни скандалон у нас это скан это крючок на крючки на эти на все ты ловишься так вот не дайте себя заманить на этот крючок вы же посмотрите что пол мира с дыркой в голове вы же посмотрите как люди себя просто повесили на политику они себя просто повесили на телевидение и таким образом они стали источником через который проник сатана и просто их всех посмотрите что он с мозгами вывернул наизнанку просто а посмотрите сколько алкоголиков просто сделал из людей начиная вот попробуй выпей выпить какой праздник без 100 грамм а вы можете проводить праздники без алкоголя а мы празднуем без алкоголя можете так сделать а можете ли вы например радоваться жизни и не пить и не материться потому что это все не божье это вам навязал без что если ты стоишь с кем-то там разговариваешь тот матом сказал и говорит для красного словца да нет матом разговаривает только сатана это язык врага враг у нас один без сатана это его язык матом не разговаривают люди бесовские силы каждое слово мата имя беса кстати многие люди называют себя верующими но позволяют себе это позволяют и маты но ничего общего человек верующий с матершинником не имеет когда человек покаяться и перестанет материться вот тогда он уже на пути к вере верующий потому что не может из его рта выходить благословение хвала господу и мат такого быть не может не может такого быть значит он врет а ложь это опять-таки лукавый а лукавый это конечно же сатана некоторые верующие не понимает этого многие сами калечат свою жизнь а вот некоторые бывают заболевают вот заболел и вместо того чтобы верить в исцеление четко провозглашать вести правильный образ жизни и так далее они говорят ну значит божья воля умереть нет такой божьей воли нету если вы еще не готовы если вы не сделали много добра если вы не поделились любовью если вы не оставили после себя то при чем вы будете святковать говорить богу значит вы не готовы никогда не допускайте подобных мыслей бог никогда не позовет вас домой пока вы не насытитесь жизнью в радости в благодати не будете готовы уйти пока вы не насытитесь добром и не поделитесь этим добром с ближним пока вы не получите его любовь божию и не поделитесь этим любую этой любовью с ближним пока вы не оставите плод божий понимаете понимаете не сатанинский плод а теперь подумайте какой плод вы оставляете сатанинский или божий вот если вы у вас допустим дитё ваше дитё оно божье это хорошо а если оно сатанинское если оно кровопролитно а если оно погрязло в алкоголизме а если оно ваше дитё стало мужем который издевается над детьми над женой а если тогда это плод очень плохой вы после себя оставили вот подумайте над этим как вы воспитали своих детей сыновей и так далее где они что с ним подумайте так что не не надо не надо вот пока вы не оставите после себя добрый плод пока вы не насытитесь любовью божией и не по не поделитесь этой любовью с ближним пока вы не приведете к богу ну как минимум несколько человек приведите спасите души их вы же посмотрите что творится апостол павел понимал это во втором послании к тимофею глава 4 стих 6 7 в одном из переводов он сказал ибо я уже готов стать жертвою а время моего отшествия настало подвигом добром я подвязался течение совершил веру сохранил и павел умер только тогда когда он сам и иисус были готовы готовы к этому готовы понимаете невзирая на ваш возраст если дьявол говорит что бог вас не исцелит потому что вам пора отправляться домой это вам нашептывает сатана он лжет вам он лжет бог обещает псалме 90 запомните там есть такая фраза что если вы живете под кровом всевышнего он насытит вас долготою дней это значит что вы пребываете в нем так как учил иисус в 15 главе евангелия от иоанна если вы не думаете что ваше время на этой земле подошло концу тогда вам еще рано умирать поэтому если знаете что не обращайте внимание на сатану на все бесовские его скандалончики и крючки не обращайте на это внимание возьмите 90 псалом высвобождайте провозглашайте выписывайте себе все слова о жизни о благословении о процветании давите сатану как только можете делитесь любовью с ближним делайте добро помогайте тем кто сейчас в критической ситуации не вешайте носа я вам хочу сказать все у нас будет хорошо вот увидите вот увидите потому что с нами бог с нами бог и продолжайте жить противостаньте немощи и болезни во имя иисуса противостаньте встаньте на обетование божье и затем когда вы будете готовы пойти на небо это будет пусть в такой глубокой глубокой пожилой 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 старости и пусть это будет в здоровье и в благословениях и вот тогда с победой с восклицаниями восклицая слова старой такой наполненной радости песни небеса близко и я не могу оставаться здесь до свидания мир до свидания вот так только так они знаете как с распахнутыми объятиями к боку вот как они говорить что все плохо все хорошо все замечательно посмотрите снежок цветы декабрь а вот такая красота и даже вот припорошенный еще снежок видите на наших чернобрывчих на бархатцах и еще не растаял сейчас растает я люблю вас пусть бог благословит вас ваших родных и близких пусть будет мир свобода радость благословения процветания любовь у всех у вас пусть процветают в радости в благословениях здоровье ваши родные и близкие дай бог вам дай бог вам люблю вас пока пока